Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. И сегодня я покажу вам мастер-класс с нашим амбассадором Александрой Кузнецовой. Она очень опытный мастер, она часто появляется у нас на канале, потому что это одна из лучших моих учениц. И она работает с аллопециями, естественно, и также с детьми, у которых аллопеция. Так что, можете смело обращаться. Контакты её вы найдете в описании к этому видео. Интересное видео, в том числе еще потому, что я имела наглость вмешаться где-то там в процесс, потому что, как Саша моя ученица, и мне кажется, я имею моральное право иногда что-то еще больше улучшать в её работе. Обычно в мастер-классах амбассадоров я просто задаю вопросы, никак не вмешиваюсь, смотрю, как они работают. Но здесь другой случай. Я думаю, вам будет очень интересно. Наслаждайтесь! Я покажу вам исходник. У нас чуть-чуть есть асимметрия, вот эта бровь чуть-чуть выше. Я рисую эскиз сразу волосками, чтобы клиенту, опять же, было понятнее, как это будет в итоге выглядеть. Что за карандаш ты используешь? Карандаш самый обычный. Я плоско заточила при помощи лезвия. И буду его еще подтачивать в течение работы, в течение вот времени эскиза, когда буду делать. Я буду его раза там, наверное, два-три еще подтачивать. Набрасываю форму. Я не рисую рамки. Я начинаю просто волосками заполнять форму, ориентируясь на родной рост, на родные направления. И просто расширяю, увеличиваю, дополняю, заполняю пробелы. То есть я работаю без использования схемы. периодически отхожу прямо, чтобы увидеть всю форму. Насколько это расширишь? Раза в два? Просто с такими большими яркими глазами надо прям раза в два. Сейчас по ходу движения я буду смотреть. Надеюсь, волоски я вижу, они обрезаны, они выше растут, торчат. Я сейчас одну нарисую, посмотрю, как это все гармонично или нет смотрится. Потом буду к ней вторую симметрично рисовать. Какие-то мелкие детали подчищаю ватной палочкой. Ты любишь в волосковом методе, когда контур четкий или такой рыхлый, рваный, как бы нещипанные волоски? Или ты спрашиваешь у клиентов? Я-то люблю, когда нещипанные, да. Те, кто не любят, они сразу заявляют. Вот это у вас, конечно, там красиво, но мне так не надо. А мне поровнее, да? Но тут у нас дана полная свобода, мы делаем, что хотим. Ну, опять же, те, кто любят ровные края, я ориентирую на растушевку. Я говорю, что просто сразу вам будет каждый день казаться, что у вас где-то пробелы, где-то потянется рука сразу к карандашу, что лучше сразу затушевать. Ну, вот я сейчас с двух метров смотрю на твой рисунок, и мне его почти не видно. Как ты по яркости объясняешь? То есть, мне кажется, надо ярче взять карандаш, может быть? Ну, у нее волоски, да, я вот себе как раз тут тоже серы приготовила. А вот ты рисуешь волоски, а потом, когда работаешь, ты их обводишь или волоски сейчас просто для формы? Это уже, да, это для работы. Я поверх карандаша буду просто обводить машинкой. То есть, ты должна с первого прохода зафиксировать каждый волосок, иначе они потом потеряются. На что клиенты соглашаются быстрее, на волосковый метод эскиз или на растушевку? Опять же, вот когда рисуешь волосками уже как это будет в готовом виде выглядеть, то всем все понятно. То есть, раньше когда-то я делала рамку, мы по симметрии просто с клиентом обсуждали детали, а самого рисунка она не видела до тех пор, пока я не посажу ее в процессе, когда уже машинкой нарисую. Сколько у тебя на эскиз у сухого времени уходит? Ну, максимально, наверное, минут 30. Это много. Максимально. Когда сложно кто-то. Ну, все равно я всегда на эскизе такие основные волоски рисую. То есть, какие-то совсем мелкие и супертонкие я и стараюсь не делать, потому что совсем все всплывется. Будет слишком частый карандаш. Потом разобраться в своем же эскизе будет сложнее. Поэтому я все равно говорю, что это набросок. Потом это будет выглядеть все тоньше, аккуратнее, каждая линия. И, возможно, сейчас на эскизе шире покажется, чем будет в итоге. Ты оно рисуешь и показываешь форму или сразу? Нет, я две. Я сейчас просто на одной для себя хочу понять основные пропорции, направления. Усиливаю, наполняю постепенно. Смотрю издалека, как смотрится. И расставляю акценты тоже уже на этом этапе. Что значит расставляю акценты? Акценты – это чтобы бровь выглядела объемной. То есть, у нее есть свет, тень, какие-то блики. Чтобы она выглядела не нарисованной, а объемной, пушистой. Но они будут выглядеть уже. Просто они сейчас толстые волоски нарисованы до конца, а там будет на сужение идти каждый волосок. Поэтому я бы не сужала сейчас, а то не будет видно, что рисовать. Пока делаю набросок более легкий. Просто хочу сейчас сначала поймать симметрию, потом буду усиливать. Какой карандаш? Карандаш – какой-то ноунейм китайский. Он должен быть сухой и остро заточенный. Жирный карандаш в линию не держит. Вы не сможете рисовать вот такие вот тоненькие линии, которые имитируют волоски. Поэтому можете заказать кучу карандашей, перепробовать их и найти свой. Я думаю, что многие, кто делает волосковую технику, они используют всякие схемы, укладки, рисунка. Как ты находишь место для бровей? Как ты определяешь, где должен быть излом? Расскажи. В первую очередь у нас площадку задает для бровей надбровная дуга. Надбровная дуга, она формируется несколькими костями черепа. Это лобная кость, тут вот, в общем, глазница, да, она из нескольких костей состоит. Конечно, хорошо, когда есть свои волоски, они показывают, где правильно она должна сидеть. Бывает так, что их очень мало или вообще аллопеция, тогда мы просто ищем по светотени. То есть самое глубокое место – это вот впадинка вот здесь, самое такое темное место, точнее. Перепад от переносицы до вот этой части, которая уже на свет выходит, вы сразу найдете ее. То есть волоски, они уже туда должны заходить. Если рисовать выше, то брови будут всегда удивленные. То есть надо правильно найти именно вот начало. А изломы, высоту изломов тоже можно определить. Если попросить приподнять сильно брови вверх, еще сильней. Вот тут начинается залом, уже видно. Вот я сейчас нарисовала свои волоски. Мне кажется, это уже вот максимальная граница, куда надо вверх поднимать. Потому что если мы нарисуем выше, то волосок уже будет вот такой вот линией идти волнистой, когда мимика будет работать. Ширину тоже по пропорциям лица, конечно, ищем. И направление бровей, волосков смотрим по родному росту. То есть не стоит никогда придерживаться какой-то схемы и не опираться на рост родных волосков. То есть не надо их пересекать. Если они растут от природы больше вниз, вот как, например, здесь у нас, да, можно вот так вот наклонить чуть-чуть голову, то все волоски, они в хвосте стремятся вниз. Но так как я расширяю, я могу вот парочку волосков, которые по низу идут, я их все-таки чуть-чуть наверх нарисую, чтобы она у нас совсем не упала. Но здесь не подойдет какая-то там укладка, которая подчеркивала бы еще больше изгиб. То есть вот эти волоски я бы никогда не нарисовала наверх, потому что они создадут крест с ее родными, пересекутся все. Я тут сейчас покажу вам, что было, просто чтобы было понятно, насколько широко мы расширили. Просто брови смотрятся очень естественно, но как будто, видите, да, а на самом деле ни хвостов, ни волосков толком там нет. И мы сильно меняем и форму, и направление, ну как бы направление хвоста, потому что, судя по тому, что было, они стремятся вверх как будто брови. Но мы делаем такой красивый изгиб классический, насколько это позволяет лицо. Плюс, конечно, вот тем, кто делает волосковую технику, надо много рисовать. Можно брать какие-то картинки в интернете, которые вот с шикарными бровями девушки, да, распечатывать их и просто срисовывать всякие разные соединения, просто срисовывать бровь. У тех, у кого есть планшеты со стилусами там или телефоны, можно просто, например, обрисовывать эту фотографию, и ты так постепенно начнешь понимать, вникать во все основные переплетения волосков. Очень красиво, почувствуй разницу, что называется. Вы теперь вообще просто богиня, недовольная. Почему-то такая несчастная сидит, просто она еще не видела себя. Пушка, да? Да, красиво. Есть ли какие-то особенности фиксации эскиза? Как ты его фиксируешь? Просто начало, ну, окончание бровей, волосков. А, каждого твоего нарисованного, да? Да. Я сейчас эскиз припудрю, то есть карандаш он нормально зафиксируется, на первый проход мне хватит. Надо постараться сделать каждый волосок явным, чтобы на первом проходе каждый волосок был обведен. Можно еще какую-то вот яркую часть внутри кое-где обозначить, чтобы акцент не сместить по яркости. Так, это о том, как фиксировать эскиз в волосковом методе, вот таком, без схем. То есть каждый волосок, начало и окончание. И в то же время форма видна вся полностью, вроде точками, но на самом деле все линии ровные. От кончика хвоста до излома, от излома до головки создается ровная линия при помощи точек. И каждый волосок зафиксирован. А еще внутри вот здесь вот вторая линия точек для того, чтобы место акцента зафиксировать, чтобы не утяжелить нижнюю линию, где вот рыхлая она должна быть. Использую машинку Белар. Иголка квадрон, 35-й диаметр, единичка, острая заточка. Выбрала ее, чтобы линия тоже быстрее создавалась. Пигмент будем использовать минерал, NE Pigments, каштан. Сейчас подготовим машинку и начинаем. Эскиз у нас сейчас зафиксирован красной ручкой. И мы это делаем до того, как готовим аппарат, пигмент, чтобы красная ручка успела впитаться в кожу, чтобы не стерлась во время процедуры. Пигмент разбавлять не буду. Будем работать чистым каштаном. Всегда начинаю с хвоста. И не с самого последнего волоска, чтобы, если вдруг я не угадаю с глубиной, чтобы не переборщить на самом видном месте. Скорость ставлю где-то тоже в районе 5-5,5. Примерно такая же, как и на растушевку. Чуть-чуть на пару делений больше. Прохожу несколько волосков и буду проверять сейчас сразу. Использую такое движение, что-то между растушевкой и более линейным, медленным движением. Каждый раз накладываю штрих на штрих в одной и той же борозде. Сейчас мочу палочку, отжимаю, чтобы она не была сильно мокрой, чтобы у меня остальные карандашные линии не стерлись. И аккуратно промываю. Надо посмотреть, как лег пигмент. И надо что-то поменять в нажиме или больше наложений делать, штрихов друг на друга. Можно, в принципе, усилиться чуть-чуть. Они все видны, но можно и посмелее. Для каких-то таких волосков, которые по краям, достаточно такого усилия. Они должны быть тонкими, прозрачными. А вот середину я, конечно, буду намного больше усиливать. И я сразу пытаюсь повторить яркость волоска, которую я на эскизе сделала. То есть, если у меня по краям они прозрачные, я их здесь и пытаюсь создать сразу, более мягкими. Если у меня волосок яркий, жирный, то я сразу его пытаюсь таким же сделать уже на этом проходе. То есть, ты не уходишь с места работы, пока не добьешься нужного результата. Не идешь дальше? Да. То есть, я сейчас на вот этом кусочке, полтора сантиметровом хвоста, я пытаюсь понять правильный нажим, правильную яркость. Беру ватный диск, чуть-чуть его мочу и протираю, смотрю. Обстановка рук у меня такая, чтобы я не испортила эскиз. Я ставлю вокруг бровей. Вот здесь, где у меня уже зафиксирована форма машинкой, я прошла, я сюда уже могу большой палец поставить, а там, где у меня карандаш, я берегу. Кстати, я сказала, что буду пудрить, но забыла. Ну ладно, уже так пойдем. В принципе, кожа здесь не жирная, можно и так. Есть разница в работе? Ты человек, который уже сто лет работает гибридами, а сейчас ты работаешь минералами. Есть разница? Расскажи о ней. Я стала немножко тоже нажимать сильнее. То есть, в сравнении с укладкой гибридов, ты сейчас сильнее нажим делаешь. А в остальном, в общем, все то же самое. Визуально ложится ярко волосок, да? Да. Ну вот один проход мы сделали уже, они вон яркие. Я когда работала старыми минералами 10 лет назад, там надо было делать, блин, 10-20-30 проходов, чтобы он остался. Какой у тебя слот временной на брови выделен? Два с половиной. Два с половиной часа? Да. Это вместе с эскизом, да? Укладываешься? Укладываюсь, даже чуть-чуть раньше. Но я себе специально так ставлю, чтобы отдохнуть потом, чтобы не впритык. Ну, иногда бывает, ставишь два, а не успеваешь. В общем, как-то... Натягиваешь кожу в ширину? Да. Здесь сильно натяжение, да, ты делаешь? На волосках, я имею в виду. Да, такое достаточно сильное. Но я сейчас тяну, потому что я близко не могу поставить пальцы. Поэтому сейчас пока прям кажется, что прям супер сильно тяну. Потом, когда эскиз зафиксирую, я буду чуть ближе пальцы друг к другу держать, и там будет чувствоваться вибрация лучше. Пальцы стоят вокруг брови и натягивают кожу в ширину очень сильно, чтобы не было рыхлой кожи, на которой волосок никогда не ляжет в такой тонкой точной линии равномерной. Так, про постановку рук. Рабочая рука стоит на мизинце. Машинка максимально вертикально, а левая рука, получается, натягивает кожу в противоположную сторону и растягивает кожу прямо вот до хруста, чтобы она была натянута максимально, чтобы волосок ложился максимально тонким, чтобы кожа не была дряблая. Когда кожа не натянута, волосок тонким не получится. И таким тонким, и контрастным. Да, если бы я сейчас работала гибридом, я бы прям еле-еле, наверное, касалась, и у меня бы оставалось. Сейчас я прям смело. Тебя цвет устраивает? Менять не хочется? К ее русом, холодным волоском, мне кажется, нормально. Может быть, да, чуть-чуть с русом выглядят, а не каштаном. Да? Он не должен быть теплым. Есть для этого шатен. Если тебе нужен теплый, ты берешь шатен. Вообще, каштанный шатен – это, по сути, один цвет. Просто два названия одного цвета. Но я так у себя выделила, что шатен – это более теплый, а каштан – это более холодный. Потому что блондины, русы – понятна разница. Брюнет и темный брюнет тоже, в принципе. А как каштановые разделить на холодные и теплые, я решила так. Потому что здесь, конечно, теплые вообще ни к силу, ни к городу. А русой был бы холоден для нее, возможно. Но это, кстати, не точно. Может, и русой можно было. А блондин был бы бледным. Никогда не работаешь двумя цветами, нет? Или бывает? Не бывает. Как ты усиливаешь середину там, где акцент? Ты просто чаще кладешь волоски или толще делаешь их? Толще и больше дополнительных мелких. Где-то пустотой закрываю. Закрашиваешь прям? Нет, заполняю гущу делаю. Просто чаще кладешь волоски в середину. Крови нет. В волосковом методе, хоть это и более травматичный, или, как сказать, более глубоко и локально работает иголкой, крови после первого прохода нет. Здесь нет вообще никакой анестезии, сосуды не сужены. Поэтому в норме не должно быть ни капельки крови во время работы. Ни на какой, в принципе, зоне, даже на губах. Поэтому если у вас выступает кровь или сукровица, то вы должны проверить, что-то вы делаете не так. Возможно, слишком травматично работаете. Добиваешься ты нужной насыщенности в волоске? За сколько проходов? С одного раза или ты делаешь несколько проходов? Как это работает у тебя? Я сейчас фиксирую эскиз. У меня должны быть волоски читаемые, достаточно насыщенные. То есть я проверила пару волосков первых. Поняла примерно правильный нажим. И стараюсь лишний раз не возвращаться на волосок, чтобы каждый раз его кучей поверхностных проходов усиливать. То есть нужно сразу понять правильную глубину. И потом на втором проходе я просто расставлю акценты яркости, где темнее, усилю, уплотню. То есть пройду еще полноценным проходом. Где у меня пушковые волоски, может быть, я их такими и оставлю, какие они у меня на первом проходе получились. То есть у меня нет такого, что вот первый проход, второй проход, третий проход. Ну, по сути, два прохода, да? Ну да. То есть первый такой более для фиксации служит, а второй для усиления, для акцентов. То есть он уже такой завершающий. Что назвать еще проходами, да? То, что между нанесениями анестезии? Начинающих мастеров очень интересует количество проходов. Оно же не зависит, как они считают, от нажима, внес-не внес. То есть пять проходов? Ага, хорошо, буду делать пять проходов. Или два прохода. Ага. Можно же и за десять проходов не внести пигмент. Поэтому вопрос такой, конечно, смешной. Ну, видишь, надо объяснить. Так, ну, нажим в хвосте, в изломе и в середине тела, и уж тем более в головке разный, правильно? То есть ты автоматически его усиливаешь или в каких-то ключевых местах проверяешь нажим? Я вот сейчас двигаюсь и постепенно проверяю. Я вот не вытираю пигмент близко к карандашу, чтобы мне не потерять лишнего, не стереть. Насчет постановки рук и сиденья. То есть ты оба локтя ставишь, это важно, да? Фиксируешь, чтобы рука не дрожала, не тряслась на весу, чтобы не висела. Спина ровная, да? Я вот даже сидя на хвосте, когда делаю хвост, я чуть-чуть меняю положение. То есть те волоски, которые от низа наверх идут, я переезжаю чуть из-за головы, чтобы их на себя нарисовать. Когда мне надо волоски нарисовать, которые падают сверху вниз, я наоборот как бы чуть сюда к клиенту ближе подъезжаю, чтобы опять же линия всегда у меня шла на меня в середину. А твое направление движения, оно в одну сторону или туда-назад? В одну. Пока в одну. Я потом, когда буду усиливать, где-то, может быть, и вот такими даже движениями буду работать. Сейчас пока в одну. Получается, такие штрихи по паре миллиметров один на другой наслаиваются, и так ты создаешь волос? Да. Ну, может быть, не по паре, а подлиннее. Просто сдвигаю, накладываю их близко. Практически там один на один штрих идет. Ложится в этом случае хорошо пигмент? Бывает и сложнее или наоборот? Бывает сложнее, да, вообще сейчас все нормально. Можно даже раздвигать вот родные волоски, чтобы увидеть точный рисунок, который карандашом нарисован. Чтобы лишнего не нарисовать сейчас или направление не нарушить. А вот, допустим, у нас есть пучки своих волосков и пустая кожа. Под пучками ты рисуешь тоже? Больше, меньше? Есть разница? Рисую, но не дополняю маленькими волосками, потому что родные, они уже создают вот эту насыщенность за счет наложения. То есть там более редко они лежат. Мои. Ну то есть у тебя есть не то что схема, а есть какие-то основные волоски и всякие мелкие для объема, да? Основные у тебя толще, ярче, а все остальные мелкие или как? Ну нет, я бы так не сказала. Ну да, красиво смотрится более рельефно, когда есть и тонкие и толстые волоски. То есть она такая более живописная становится бровь. Но можно того же самого добиться и просто дополнительными волосками усиливая где-то густоту, ну добавляя густоту и тоже будет тот же самый акцент. Ну у всех волосков самое главное правило должны быть тонкие кончики. Начало и конец. Начало и конец, да. Расскажи про это прикосновение. Как ты прикасаешься к коже? То есть ты уже четко знаешь где она и где и как ты прикоснешься или ты там машешь в воздухе прежде? Немножко, да, примахиваюсь, чтобы понять где у меня игла коснется. И первый мой штришок, он такой прям очень легкий, прям издалека как бы я замахиваюсь, прикасаюсь и потом такими же движениями просто его удлиняю. Наслаиваю, наслаиваю и двигаю к себе. Так, еще раз, получается ты в воздухе, в воздухе, потом прикасаешься, чувствуешь это пальцами. Даже вот один раз там прикоснулась, еле-еле поняла нажим и вот и дальше его продвигаю. Ну а я объясню почему, потому что когда ты смотришь сверху, ты не видишь момент прикосновения. Его хорошо видно сбоку, но мастер всегда смотрит сверху. Либо начнет быть кривой спина и шея, если подсматривать сбоку на прикосновение. И получается, что мы ощущаем пальцами момент прикосновения и силу усилия, которые совершаем. То есть прикоснулась, а потом чуть-чуть усилилась и уже пошла с этим усилием. И на вылет также, да? Так, чик, и вверх ушла из кожи. Здесь чуть пусто получилось. Я, видимо, не все закрепила. Я сейчас возвращаюсь. Пусто по ширине? В середине ты имеешь в виду? А, то есть кроме того, что у тебя виден контур, ты еще и хочешь, чтобы было почти полностью прокрашено, да? А опять вопрос. Ты проходишь эту бровь полностью, чтобы она выглядела уже на 100% и идешь на вторую или параллельно работаешь? Сейчас на эту нанесу анестезию и уйду на ту. А красные точки сохранились? Да, все видно. То есть тебе помогут они, да? Так, есть ли какие-то особенности работы в головке брови? Большая легкость, тонкость? Тонкость, да. Легче нет, а именно контролировать попадание в одну и ту же бороздочку, чтобы супертонкая линия получалась. То есть никаких схем. Давно ты перестала с схемами работать? Да, наверное, год-полтора. Это после тех халапеций моих, которые я тебе показывала? Твоих кукуленок. После мужчин этих, да? Угу. Да, эти вылизанные схемы на всех одинаковые, это, конечно, лучше, чем нет бровей когда. Но по мне так на этом нельзя останавливаться надолго, надо идти дальше к реалистичности, да, на всех бровях. Так, что ты тут у нас делала? Это у нас головка, ты подняла подбородок, чтобы тебе тоже нижнюю линию было хорошо видно, да? И здесь я чуть-чуть по-другому. То есть я от себя пальцем тяну, мизинцем на себя тяну. Натяжку кожи другую делала? Да, и уже вот палец большой, левой руки у меня прям стоит на эскизе. Ну, уже не страшно, ты его зафиксировала, да? Коррекции всегда делаешь на волосках или бывает, что все заживает? Чаще всего да, в 95% все-таки нужна коррекция. А цвет часто меняешь на коррекции или почти всегда не ошиблась и выбор правильным был цвета? Ну, практически не меняю, да, не меняю. Ну, в редких случаях, когда темнее беру, либо... Ну, на первой процедуре все равно немножко побаиваешься там в полную силу работать и брать самый темный цвет, а хотя надо было бы это делать. Ну, такого, что беру там кардинально другой оттенок, такого, ну, редко бывает. Я первый проход закончила, наношу анестезию. Здесь у нас, получается, другая постановка рук. Расскажи, пожалуйста, как ты, чем, каким пальцем куда тянешь? Ставлю кулак полностью на лицо и мизинцем оттягиваю к себе. А большим пальцем и средним я вот так захватываю бровь и распределяю ее равномерно по надровной дуге, чтобы она у меня выпрямилась. То есть не просто я ее там вот держу у меня, потому что здесь все равно вот этот вот валик под пальцами. Я ее пальцем большим чуть вытягиваю, а средним придерживаю, тогда у меня площадка ровная. Я также здесь буду проверять, несмотря на то, что я уже на той стороне всю бровь прошла первым проходом. Я все равно здесь, на этой стороне, буду проверять то, что постановка руки другая, по нажиму можно ошибаться. Я не стараюсь волоски в хвосте соединять друг с другом в одну точку, чтобы одним волоском все это не заканчивалось. Вот как будто не дожало. Сейчас вернусь и пройду еще раз. Я сейчас поменяю положение, потому что я буду делать волоски из лома. Они идут сверху вниз. Поэтому я чуть-чуть пересела. И вот удобно то, что я поставила красную точку на каждый волосок. То есть я знаю, где, даже если чуть-чуть там подстерся эскиз, я пальцы случайно поставила, я знаю, где мне начать. Точка мне покажет. То есть я делаю так. Не весь низ я прошла волоски на себя, которые идут снизу вверх направляются. Я именно в хвосте верхний и нижний чередую. То есть как бы параллельно работаю и верх, и низ прокрашиваю. И я сейчас стараюсь все сделать одинаково. То есть на той стороне я прошла с определенным усилием. На правой я буду делать то же самое. Я не обращаю сейчас внимание, что та у меня побелела и выглядит контрастней и немножко по-другому, чем то, что я рисую сейчас на этой стороне. Потому что здесь у меня сейчас кожа краснеет от царапания моего. Поэтому пока моя задача закрепить эскиз, набрать такую же насыщенность, как и там была до нанесения анестезии. Бывает ли у тебя такое, что ручка стерлась и ты эскиза не видишь? Тогда ты сажаешь и что-то подрисовываешь или как ты себя ведешь? Да, лучше конечно сесть. Но у меня, я стараюсь вот с первого прохода, чтобы у меня форма была зафиксирована. А для этого нужно стирать и подбирать правильный нажим. То есть не работать вслепую. Анестезию стараюсь наносить один раз за процедуру. Может быть там ближе к концу еще добавляю, когда надо сфотографировать, чтобы не было покраснения. Укладываться. Минимальное количество раз, да? Что, боишься ее? Зачем? Нет, я не боюсь. Просто хватает вот ее действия на то, пока ты делаешь проход. Бывает, конечно, кожа какая-то реактивная, там раздражается очень быстро и там надо чаще наносить все по мере необходимости. То есть это все видно по действию адреналина, работает она или нет. Если кожа покраснела, то надо добавить. Оно и ложится по-другому, более точно. То есть когда кожа красная, раздраженная, пигмент как будто бы не вносится. То есть надо сузить вот эти сосудики, чтобы сукровицы не было, чтобы все легло как будто бы на первом проходе, когда кожа еще такая невскрытая. Ну, по болевым, то есть анестезию даже не из-за болевых получается, чтобы было хорошо видно, не краснела кожа, да? А больно будет, наверное, если слишком глубоко вносить. Это своеобразный маркер, да, если клиенту больно, если выступает сукровица или кровь на первом же проходе, значит передавил, значит что-то идет не так и надо уменьшить нажим, да? Да. Ну и клиент подскажет, и кожа сама подскажет, да, то есть и клиенту будет больно, и у тебя она сразу будет кровить, краснеть тут же. Замечала ли ты, что минералами кровит чаще, например? Ну, нажим-то больше? Нажим больше, но нет, но не кровит. Не в растушевке, не в волосках, да? Ну, когда я делала растушевку магнумами, там, да, там сукровица как будто больше приступала. Это, наверное, и были те случаи, когда уходила глубже, чем надо. То есть ты в первую очередь считаешь, что это твоя ошибка, а не там что-то... Что это норма, но я не думаю, да, что это норма. Ну, вот все должны понимать, насколько важно легко работать, потому что мы работаем над стереотипами, когда мастера говорят, пигмент посерел, пигмент посинел, сам пигмент никак не может поменять своих свойств. Это все мастера должны понимать. Он может по-разному выглядеть за счет глубины, на которую он внесен. Чем глубже... И клиенты тоже должны это понимать, я и клиентам это рассказываю. Они вот спрашивают, почему у меня посерели брови? Я говорю, ну, потому что вам внесли глубже, чем надо. Я им тоже говорю, если вам разрезать сейчас кожу и посмотреть, какого цвета там пигмент, то он там такой же коричневый, как и был. А если это твои клиенты, ты тоже говоришь, потому что я внесла глубже? Потому что мы хотели сделать плотнее, темнее и, например, перекрывали что-то. Я не из тех, кто будет, знаете, прямо там скрывать. Я же не робот, я тоже могу где-то уйти глубже, чем надо. Ну, скажи, скажи, потому что у нас была такая философия сто лет в студиях еще. Клиентам не врать, говорить всю правду. Ну, у меня вот тоже совершенно недавно мы с клиенткой сделали лазерную цветокоррекцию, делали волосковую технику. У нее там тоже были особенные пожелания по форме, чтобы не расширить ни в коем случае. Там считала волоски, то есть везде должно было быть одинаковое количество. Вот здесь вот пробел, вот здесь вот это. Ну, то есть я заплатила за каждый волосок. Да, да, то есть на каждую там мой ответ, что волосковая техника, она должна быть такая, ну, как бы немножко небрежная, да, то есть где-то какие-то пробелы, какая-то пушистость должна быть. То есть ее это не это. И каждый раз она еще возвращалась на небольшую коррекцию, там где-то что-то подрисовать, где-то точечка не прижилась. Мне кажется, я много по одному волоску раз проходилась, пыталась сделать его там четче, ярче и в итоге, мне кажется, ушла глубже, чем надо. И мы вот недавно сделали легкую лазерную цветокоррекцию, чтобы пигмент потеплел. Это после гибридов или после... Ну, это были еще гибриды, да, это давно было. А, ну, с гибридами в этом плане хорошо, просто они теплеют и становятся... Ну, то есть, ну, я ей об этом прямо сказала, то есть мы как бы делали слишком много наложений. На правую бровь я пока не буду наносить анестезию, потому что налево сейчас будем, наверное, чуть дольше работать, чем на первом проходе. На левой стороне анестезия уже подействовала, сейчас все волоски стали более контрастны, все красные точки видны. Я сейчас буду усиливать серединки к кончикам, вернусь еще чуть-чуть попозже. У меня также здесь отметки для... Красная ручка, я отмечала места, где у меня граница акцента яркости заканчивается, чтобы я сильно ярко не сделала у нижнего края. Сейчас по тем же самым волоскам еще уплотняю. То есть я пока не создаю новые. Может быть, и не буду дорисовывать что-то дополнительное, посмотрим. То есть на первом проходе я все закрепила, что рисовала карандашом. Все волоски читаются. Вначале у нас волосков своих собственных много, поэтому пока работаю в изломе ближе к хвосту, там где у нас более лысенькое место. Сейчас я вот даже где-то в две стороны туда-сюда делаю и так же продвигаюсь. Прокрашиваю к себе. Начинаю. И как будто бы в коже, но на вид это кажется, что я не вынимаю угол. На самом деле я мелкие штришочки туда-назад делаю. И протираю, смотрю. Тенья становится более толстенькая и более плотная за такой же промежуток времени, чем если бы я ее прокрашивала на себя штришками. Это было бы дольше, чтобы создать такую же насыщенность. Каждый волосок повторяю. Где-то усиливаю, где-то просто закрываю какой-то недочет и больше не трогаю, чтобы не утолщать его. Например, как вот в этих, которые у нас по низу, они такие пушковые, должны быть без акцента. То есть они достаточно яркие у меня, ярко легли на первом проходе. Я их сейчас, может быть, где-то кончики вытяну, но в целом проходить усиливать не буду. На этом этапе надо прям вот издалека немножко всегда смотреть, крутить, чтобы бровь была равномерно заполненной, без всяких явных пустот. Стараться всегда немножко приподняться над головой клиента, чтобы оценить издалека. Ну и точки постепенно стираются, поэтому все-таки чуть-чуть я края тоже усилю, чтобы не потерять ширину. Волосок сделала, сразу его протерла. Вытянула шею, посмотрела. Достаточно у него яркости или нет? Дальше рисуешь. Здесь даже такая работа, как вот художники там рисуют портреты. Они сначала прорабатывают тени, а потом в последнюю очередь идут к свету. Также здесь у нас сначала места, где у нас максимально темные, должны быть брови. Потом и там прорабатываем, потом возвращаемся к краям, головкам, чтобы не переборщить. Здесь немножко уже анестезия отходит. Вижу, краснеет кожа. Можно будет уже скоро добавить анестезии снова. Надо хорошо прорабатывать места, где соединяются волоски в пучок. Потому что многие вот бросают волосок на этом этапе как раз для соединения. Потом при заживлении там будет просто пробел. То есть надо вот прям хорошо их вливать в одну линию и протягивать. Чуть длиннее делать. Наша задача сделать разницу между краями и серединкой. Чтобы волоски в краях были более тонкими и более светлыми. Тогда бровь будет живее смотреться. И обязательно тонкие кончики. Это прям главное правило. То есть небольшого замаха делать волосок. Еле прикасаться, а потом немножко усиливаться. Только тогда будет воздушное начало у волоска. Тоже где-то процентов на 80-90. И потом перейду на правую бровь. Добьюсь такой же яркости. Посадим. И проверим по симметрии, по насыщенности. По каким-то деталям симметрии или прокрасы. То есть где-то может быть сидя не видно. Где-то может быть явный просвет какой-то или пробел. Сейчас еще в головке кожа белая, а в хвосте уже покраснела. Поэтому я пока здесь оставлю и не буду работать. Чуть-чуть повыше подбородок. Здесь у меня мои волоски на первом проходе как будто бы не доходили до красной ручки. Я сейчас их немножко удлиню, повытягиваю. Чтобы ширину не съела. Тем более, что тонкие волоски, ну тонкие края у волосков, они при заживлении немножечко пропадут. Потому что там меньше концентрации пигмента. Они посветлеют и еще плюс сузятся за счет этого. Сейчас я уже пальцы ставлю смело, как мне надо, там ближе друг к другу. Когда мы делали первый проход, я боялась ставить пальцы на эскиз. Поэтому держала чуть дальше пальцы друг от друга. Здесь я могу прям вот... Прям вот в районе сантиметра у меня вокруг волоска стоят пальцы, чтобы лучше чувствовать нажим. И каждое свое прикосновение вот ощущать. Очень важно не ходить по одному и тому же месту вот с неправильным нажимом иглы. Иначе тонкого волоска никогда у вас не получится. То есть нужно подобрать правильную глубину и за один-два прохода-захода его до нужной яркости довести. Кожа, она начинает раздражаться. Здесь будет больше корочка при заживлении, будет больше сукровицы выделяться. Соответственно, меньше шансов, что этот волосок останется точным, ярким. То есть в этом месте вытолкнет кожу пигменты, вероятнее, больше. А еще есть большой риск по раздраженной коже, когда работаешь, зайти глубже, чем надо. Поэтому не раздражайте кожу лишний раз. То же самое и о протираниях, кстати. То есть надо протирать очень нежно. Я на ватный диск мокрый еще добавляю немножко вазелина и протираю одним движением, как вы можете заметить. То есть от движения, от протирания, от вот этих вот постоянных надавливаний на кожу ваткой, она тоже становится более чувствительной, краснеть будет быстрее. И чем больше травмируешь, тем меньше приживется. То есть протираниями тоже можно создать травму. Я сейчас уже нанесу анестезию на правую бровь, чтобы пока я тут дорабатываю на левой, там у меня уже успела обезболиться. Те места, в которых я уверена, что они должны быть прям насыщенные, я еще немножко в серединке усиливаю. Довожу эту бровь до такого же яркого состояния, как левая. По такому же принципу, от темного к светлому. И постоянно поворачиваю голову, смотрю на ту бровь, чтобы мне не потерять места затемнения, чтобы не создать их в совершенно другом месте. Еще, кстати, то, как ложится волосок, зависит от настройки машинки. То есть надо сделать вылет иглы таким, чтобы тот след на коже, который мы оставляем, он был сухим. То есть не лилась капля, не перекрывала нам тут весь рисунок. Когда мы протираем, протирали мокрой стороной, а потом сухой стороной диска высушивали, чтобы кожа была полностью сухой, тогда след на коже от иглы будет четким оставаться. Не будет расплываться пигмент, нам будет виднее. Особенно это, конечно, важно на этапе закрепления эскиза. По сути, я сейчас здесь немножко какие-то волоски удлиняю. Если я вижу, что слишком пусто, много, большое расстояние между волосками, я просто его немного делю дополнительным волоском. Но смотрю, чтобы этот дополнительный волосок лег в таком же направлении, как и родной волосок. То есть свои брови в этом плане очень хорошо подсказывают, куда этот дополнительный волосок придумать, куда его нарисовать. Иногда бывает, что клиенты ко мне приходят на волосковую технику, но у них на бровях долговременная укладка. Это очень неудобно. Тоже предупреждайте заранее, чтобы клиенты этого не делали перед процедурой татуажа, потому что тогда не видно истинного рисунка бровей. И когда они придут на коррекцию, может оказаться, что нарисованные волоски они спорят с родными по форме, по укладке. Также я тоже заранее интересуюсь, планирует ли клиентка в дальнейшем волоски подкрашивать, когда уже татуаж будет в готовом виде. То есть мне нужно понимать, под какой оттенок, под какую яркость подбирать пигмент. Если они у нее бликуют, очень светлые, блондинистые такие, она их постоянно и даже после нанесения татуажа планирует окрашивать, чтобы они были гуще, чтобы они были такие более явные, тогда это надо сделать до нанесения татуажа. Если нет, то есть они все говорят, зачем я сделаю татуаж и я уже не буду тогда с краской заморачиваться для окрашивания бровей. Тогда подбираем уже под запрос, под корень волос или под цвет волосков на бровях. С учетом, конечно же, кожи, толщины и так далее. Очень многие мастера спрашивают, как определить, кому лучше сделать волоски, кому растушевку. По сути, правильным нанесением нетравматичным на нужную глубину можно хоть на любую кожу нанести волосок, и он будет волоском. Тонким, читаемым, что это именно линия, не будет ничего расплываться. Поэтому именно по типу кожи, наверное, нет смысла там отговаривать. То есть у вас жирная кожа, у вас точно волоски расплывутся, вам эта техника не подойдет. Я больше ориентируюсь на пожелания, то есть вообще на предпочтения точнее. Если клиенту визуально нравится волосковая техника, то мы ее делаем. Иногда, конечно, приходится отговаривать девушек, у которых очень рельефные такие яркие брови, и они неравномерными пучками растут, перещипаны. Тогда, наверное, волоски приживутся, они будут, конечно же, видны, есть эффект, но будет все равно заметно, что это нарисованные волоски. Потому что, как бы мы там не старались изобразить 3D, но родные волоски, они все равно будут очень активны. Я еще иногда бывает, когда мы не можем с клиенткой определиться, какую технику выбрать, я рисую эскиз на одной стороне волосковым методом, как мы сегодня рисовали эскиз, а на второй брови я делаю как растушевку. И уже клиенту понятно, и он сразу же определяется. Чаще всего, конечно, волосковую технику чаще выбирают. Тем очень интересен вот этот метод эскиза, когда ты уже рисуешь все волоски, которые будут у тебя татуажем потом. На этапе эскиза уже понятно, какие у тебя будут брови. Я влезла нагло и бессовестно к Саше, потому что я вижу, что она заигралась с тоненькими волосиночками, они очень красивые, но они не дают вот этого эффекта, которого мы хотели добиться, когда объемная бровь и такая яркая, достаточно яркая. Я не лезу в крайние волоски по периметру, потому что они очень красивые, тонюсенькие, как и положено пушковым волоскам. Но я вот прошлась, некоторые выделила в середине. Мне кажется, в случае с Сашей я могу это сделать, потому что она мастер, выпистыванный мною с рождения, можно сказать. Нагло влезть, влезть, влезли, потому что когда приезжают другие наши амбассадоры, они вообще по-другому работают. Они иногда не учились в нашей школе, ничего не знают про нас, не знали, пока они начали работать нашими красками. А Саша, получается, всегда с нами работала, и мы, в общем-то, очень похоже работаем. Просто я смелее. Мне кажется, тут видно уже разницу. Еще раз, это интересный момент. Когда волосок очень тонкий, иногда бывает такое, что даже двумя очень разными цветами нарисованный, он выглядит почти одинаково. За счет того, что пигмента много в волоске, и он очень тонкий. Но когда мы начинаем делать волоски потолще, начинает проявляться цвет. Из-за того, что волосок шире, и цвет лучше видно. И получается, вот эта моя сторона, сейчас я прошлась буквально, сколько я сижу, минут 7, в середине я прошлась. И он выглядит чуть теплее, ну и ярче, естественно. Я вообще не лезла вот сюда, где своих много, я работала вот только в том месте, где пусто, и только в серединке, сейчас на той брови. Ну ты еще посмотришь, да, где-то, я же без очков, я не вижу тонкие по бокам. Ну да, на таком вылете, конечно, давить даже не надо. Ну это у меня вопросики, почему? Потому что, ну, понимаю, что это, типа, больше, чем надо. Это же не его рабочий вылет. Нет, это его рабочий вылет. Я работаю на Беларе, всегда на где-то, ну, полтора, почти два. Вот на максимум. Не его рабочий вылет, это когда он не рисует. А сейчас я рисую, прекрасно уложится, все нормально. А у тебя был слишком манюсенький вылет. Манюсенький. Да. И на таком вылете видно даже, когда ты прикасаешься. А на малюсеньком не видно. То есть ощущение, что ты сейчас испачкаешь и все. Мы закончили нашу процедуру. Делали мы волоски минеральными пигментами нашего производства. Цвет выбрали каштан. Пигмент положился отлично. Если у вас остались любые вопросы, пишите их в комментариях. Мы либо снимем еще видео более подробное. Может быть, вам не хватало ракурсов. Может быть, вам не хватало какой-то информации. И пригласим Сашу, если будет много лайков. Еще раз.